Здравствуйте, друзья! С вами канал Нью Рашворд, наша еженедельная информационно-аналитическая программа «Беседы за жизнью», я ее ведущий Александр Глушенко. И главная наша цель и главная задача – ответить на те вопросы, которые задавали вы в течение всей недели. Вы присылали достаточно большое количество вопросов, но сегодня отвечать буду не по хронологии, допустим, с понедельника по субботу, а отвечать буду на самые злободневные и самые важные. И первым вопросом, естественно, пойдет вопрос о разгоне в гостинице Измайлова, в конференц-зале, демократического форума «Муниципальная Россия», то есть форум независимых депутатов. Смотрите, в чем была его суть. Ряд независимых депутатов, ряд независимых депутатов, такие как, например, Евгений Ройзман, да, он независим, он шел к депутатам ни от какой партии, там спокойно просто прошел и все, благодаря своей харизме, своему авторитету. Такой, как Илья Яшин, например. Я сейчас не могу вспомнить, от какой партии он шел, он тоже был организатором вот этого вот форума, да. Форум назывался, еще раз говорю, «Муниципальная Россия», и туда съехались порядка 200-300, сейчас никто не может назвать эту цифру, 200-300 независимых, абсолютно независимых депутатов, которые идут ни от «Единой России», ни от «Коммунистической партии», ни от «Справедливой России», ни от, там, еще каких-то партий. Независимый депутат пришел, приехал из своего колхоза, из своего Усть-Пездрючинска, из своего Мухасранска, откуда-то приехал на форум независимых депутатов. Они пришли в этот конференц-зал. Я, кстати, в гостинице Измайлова на некоторых демократических, скажем так, политических, оппозиционных мероприятиях в конференц-зале, по-моему, в корпусе «Д» или… Да, в корпусе «Д» я был в конференц-зале в свое время. Я примерно представляю, как это выглядит. Может, было лет пять назад. И, значит, они туда пришли, сели и начали выступать с докладами. Конференция – что это конференция? Конференция независимых депутатов или форум независимых депутатов. Это они садятся в зал, делают вводную часть, потом расходятся по небольшим конференц-залам. Допустим, вот здесь заседают депутаты, независимые депутаты. Ну, скажем так, колхозного уровня или там сельского, да? Вот здесь заседают районного. Вот здесь городского, вот здесь областного и республиканского, да? Разошлись по секциям. Потом возвращаются опять на пленарное заседание и вырабатывают. То есть речь шла исключительно об органах местного самоуправления. Местное самоуправление – это самое ближайшее к человеку, к человеку, ко мне лично, к вам лично. Самый ближайший орган управления. То есть люди решили обсуждать, как налаживать местное самоуправление, как самоуправляться, как заниматься финансами, как заниматься строительством, там, дорог, как заниматься утилизацией мусора. Это элементарные, абсолютно элементарные заботы муниципального депутата. Он больше ни для чего не предназначен. Он не предназначен для того, чтобы ходить по улице с транспарантом. Он предназначен именно для того, чтобы налаживать образование, здравоохранение, уборку мусора, строительство дорог. Ну и вот такого плана, вот наши с вами житейские проблемы. И тут вдруг влетает полиция. Там, по крайней мере, вы сейчас можете увидеть кадры, там целый полковник где-то ходил руками, размахивал, что оказывается, что это мероприятие организовано нежелательной организацией. Я открыл закон о нежелательных организациях. Есть такое понятие, есть такой закон, есть вот это правило о нежелательных организациях, но нигде не сказано, что нежелательной организации запрещено проводить какие бы то ни было мероприятия. Если нежелательная организация оплатила этому гостиничному комплексу, этому отелю, АБВГД, как ее зовут в Москве, оплатила деньги, сняла зал, пригласила людей, оплатила им дорогу, вы понимаете, от Владивостока, Магадана и до самой Москвы. Да, у них есть деньги, вопросов нет. Но раз организация нежелательная, значит, ей нужно запретить проводить данные мероприятия. Нет такого в законе. Проводите, чего хотите, только при этом указывайте, что вы являетесь либо иностранным агентом, либо нежелательной организацией. Пришел полковник полицейский и заявил, что вы нежелательная организация, поэтому мы задерживаем ни Ройзмана, как организатора, ни Илью Новикова, московского муниципального депутата, ни Владимира Харамурзу-младшего, как одного из организаторов этой встречи, этой конференции. Мы задерживаем всех. И всех там 200 или 300 человек. Вот сейчас даже там по количеству даже разобраться сложно, потому что полиция докладывает одну цифру 300 человек. Демократические наши оппозиционные теле- и радиоканалы докладывают, что их было всего 150. Значит, их всех вывозят в местное управление внутренних дел там по юго, вернее, по северо-восточному округу Москвы, сажают по камерам, по автозакам, и сейчас начинают составлять на них протоколы. Чего они делали? Ну ладно бы они пришли на несогласованный митинг. Пришли бы они на несогласованный пикет групповой, там, или массовый, как он там называется. Ладно бы они все были пьяные. Ладно бы они кому-то били морду. Там-то вопрос о чем стоит. Люди культурно вежливо за свои собственные деньги сняли актовый зал. Зашли в этот актовый зал, сели и начали болтать. У нас, ну, я так утрированно говорю, болтать, ну, вот на самом деле, чем занимается оппозиция? Она просто обсуждает вот эти насущные социальные проблемы, да? Опять же повторяюсь, здравоохранение, образование, дороги, мусор и все остальное, да? Форум независимых депутатов. Задержали всех, всех копов. При этом, вы знаете, это выглядело как разгон. Кстати, о! Смотрите, какая жестокая, о! Вот сейчас мне мысль пришла. Жестокая аналогия с матросом-железняком. Вот именно в этот день сегодня, вот в 1918 году матрос-железняк разогнал учредительное собрание. Правда, это очередная годовщина. Я еще хотел об этом поговорить, потому что вы задаете вопрос подобного рода. Пришел полицейский полковник и сказал так. Всем разойтись, граждане, караул устал. Ну и, соответственно, арестовал. Дело в том, что в 1918 году большевики не арестовали учредительное собрание. Они его просто разогнали. Просто пинками выгнали из этого там Таврического, по-моему, дворца или какого там, или из Польшого. Вот. А здесь пришел полицейский полковник и сказал, что ваш форум, ваш съезд, ваша конференция проводится под эгидой или на деньги нежелательной организации. И ни слова. Вот на данный момент, если их разогнали в 11 часов утра, вот сейчас уже прошло 4 или 5 часов с этого момента, назовите эту нежелательную организацию. Никто не назвал ни одному вот этому муниципальному депутату, ни одному адвокату, ни одному значит, правозащитнику, ни одному гражданскому активисту не сказали, какая нежелательная организация. Кто нежелательная организация? Ну, вы скажите, открытая Россия, да? Может быть, она, может быть, другая какая-то организация существует, нежелательная в России, которая организовывает вот эти вот всякие съезды и конференции. Ну, вы скажите, какая? Но полковник милицейский об этом, полицейский, вернее, об этом не сказал. Вот. Так. Так, так, так. И самое интересное, мы в конечном итоге не найдем концов этой нежелательной организации. Я сейчас рисую, рисую примерную перспективу. Сейчас их всех. дабы не дать им продолжить свою конференцию и вот эту вот или форум. Их сейчас развезут по отделениям полиции. Протоколы даже составлять не будут. И спокойно отпустят. Но люди просто зазря приехали в Москву и зазря сидели в этом конференц-зале или там в актовом зале. Их сейчас отпустят. Они пойдут к себе в гостиницу, возьмут свой чемоданчик и уедут обратно в свой Иркутск. там Урюпинск и так далее. Как ну да, те самые независимые депутаты. Им просто сорвали мероприятия. Вы понимаете насколько тупо тупо реагирует власть на мероприятия проходящие в общественной сфере вообще. У нас скоро кроме какого-нибудь евровидения другого события в стране не будет. а ну еще парад на 9 мая и все. Не будет других событий. Потому что собрались вы понимаете они собрались не как оппозиционеры. Они собрались как сотрудники или там скажем так депутаты органов местного самоуправления. Разве органы местного самоуправления когда-то кому-то даже если это независимые депутаты органов местного соуправления какой они вред приносят власти. Что они делают с этой властью? Они что террористы? Они подрывники какие-нибудь? Они анархисты? Они что они творят с этой властью? Люди собрались обсудить вопросы как депутаты органов местного самоуправления я еще раз говорю начиная от сельсовета и заканчивая там например областным уровнем или региональным алло чего они сделали плохого? Они решили обменяться опытом работы и способом решения своих муниципальных региональных и там местных и прочих проблем чего в этом плохого? Нет в этом нашли политическую оппозицию и всех повязали идиоты простите меня за то что я улыбаюсь и смеюсь дело в том что в понедельник на эту тему выйдет отдельный выпуск передачи в догонку к этому я сегодня не умещаю этот выпуск сюда дело в том что над идиотами надо смеяться над идиотами надо смеяться все что смешно все что раздражает твоего противника это прежде всего сарказм и ирония поэтому давайте смеяться над идиотами да так вопрос второй я затянул первый где Навальный где Навальный значит и все многократно его задают почему его увезли из сезона номер 3 в деревне Кольчугина вернее это город сейчас когда я там бывал была еще деревня я там бывал у нас там учения проходили московского военного округа значит прям говорю его привезли в ту самую вторую колонию города Покров адвокатов не допускают в нарушение закона дело в том что я еще раз напоминаю уголовный процесс состоит из доследственной проверки следствия обвинения осуждения отбывания я имею ввиду отбывания наказания и затем в случае судебного решения либо реабилитации либо отмены или снятия судимости вот семь элементов я вам как юрист говорю семь элементов действий закона против гражданина на каждом этапе этого элемента начиная от проверки заканчивая отменой приговора или допустим реабилитации должен присутствовать адвокат то есть гражданину должна оказываться юридическая помощь вплоть до того что адвокат может появиться и это написано совершенно ясно и четко написано в уголовно-профессуальном кодексе что адвокат имеет право появиться на любом этапе уголовного процесса на любом из семи этапов уголовного процесса то есть в любое время прийти и сказать товарищ начальник тюрьмы товарищ начальник конвоя товарищ начальник товарищ следователь там или оперуполномоченный я в данный момент в данную секунду при проведении следственных действий при проведении конвоирования при проведении при отбывании наказания моим подзащитным обязан с ним пообщаться потому что у меня с ним заключен договор у меня есть доверенность от него нотариально заверенная я прошу вас меня к нему допустить так вот к Навальному уже по-моему четвертый третий четвертый день никого не допускают во многом сейчас какую лошадку оседлал фин вот эти все колонии там сезон номер три колония номер два если вам интересно друзья кстати да на самом деле есть официальный сайт федеральной службы исполнения наказаний там просто для того чтобы я не затягивал время и не отрывал ваше время просто если у вас допустим ближе к вечеру там появится свободное время вы нажимаете на кнопочку сайт ФСИН РФ открываете ФСИН РФ нажимаете кнопочку Владимирская область там вам ясно четко расскажут что такое сезон номер три даже там есть историческая справка в каком году 37 был организован этот сезон номер три значит про колонию номер два в городе по крови что это вообще чуть ли не лагерь который был организован еще во времена красного террора там большевиками да все можно прочитать в таком причем там написано с такой гордостью что они бьют себя пяткой в грудь и доказывают что без конечно этих лагерей жить в этой стране конечно невозможно не может я соглашусь дело в том что нет ни одного государства в котором не существует органов исполнения наказания нету такого государства посмотрите какие-нибудь популярные американские детективы да где главный герой там попадает в тюрьму и в каких условиях он там находится ведь это реально так оно и есть вот она американская тюрьма да с ограниченным количеством там прогулок там где ты там еще чего-то да масса фильмов кстати детективных на эту тему там играют причем прекрасные актеры такие я даже не буду актеров перечислять я просто знаю что есть фильмы об американской тюрьме есть фильмы о французской тюрьме есть фильмы об английской тюрьме есть фильмы об итальянской тюрьме тюрьма есть везде ну в данном случае федеральная служба исполнения наказания видимо получила серьезное указание из администрации президента не пускать к Навальному по крайней мере на сегодняшний день адвоката почему адвоката потому что давайте цепочку логическую проведем потому что фонд борьбы с коррупцией заявил причем кстати находясь в принципе в большинстве своем я имею ввиду руководство этого фонда и руководство Навальновских штабов находясь за границей потому что люди спасают давайте называть вещи своими именами спасая свою шкуру все разбежались по заграницам ну часть из них находится под домашним арестом в частности Любовь Соболь ждет судебного решения они ждут визита адвоката Кобзева к Навальному для того чтобы получить от Навального что не запрещено законом получить от него конкретно ясный текст вот теперь на данный момент это касается всех сторонников Навального теперь на данный момент любой текст полученный от Навального пусть скажем так адвокат конечно не наездится каждый день туда но хотя бы посещая его раз в неделю каждый текст Навального который будет получен вот на бумаге да может быть отредактирован может быть озвучен чужим голосом может быть просто напечатан где-нибудь там в Твиттере или в Фейсбуке это будет своего рода манифест то есть вот смотри приезжает адвокат рассказывает внешнюю ситуацию тем более кстати от телевизора и от радиоприемников сейчас зэки не ограждены он видит внешнюю ситуацию видит ситуацию предвыборную видит ситуацию связанную с северным потоком видит ситуацию связанную с российско-американскими отношениями внешними да видит экономическую ситуацию вот он смотрит телевизор да он пишет свой манифест он раз в неделю спокойненько отдает адвокату изъять документы у адвоката не имеет права ни один косоротов ни один тюремщик ни один надзиратель не имеет права это документы которые составляют тайну доверительную между адвокатом и осужденным все вот этот вот Вадим Кобзев да он привозит ее в штаб Навального ее там озвучивают отснимают кладут на эту на этот текст кладут какие-то титры там какие-то картинки и Навальный благодаря этому адвокату продолжает работать в эфире и продолжает снабжать нас своими собственными яркими мыслями вот так вот этот процесс должен выглядеть ну даже нарушая закон стиснув зубы получив указания из администрации президента вот эти всиновские полковники там генералы сидят и думают господи ну хоть день хоть два хоть три хоть неделю ну давайте зажмем им урон вот они это и делают они это и делают сейчас ему назначат двухнедельный карантин вот его привезут сейчас в этапку да в колонии номер два то что его повезли в колонию номер два в городе покров это железно мне уже это известно я вам сказал что я установил связь с Владимирским ФСИном да нашел там дальнего родственника своего бывшего сослуживца значит его повезли в этапку в ПСИ номер два поэтому две недели мы Навального не увидим не услышим и не прочитаем вот где находится Навальный они сейчас будут искать любую зацепку главной зацепкой я вам честно скажу будет непременно ковид что две недели ему с адвокатом общаться нельзя так вопрос вот тут вопрос очень смешной с одной стороны а с другой стороны очень очень серьезный существуют ли в нынешней несистемной оппозиции агенты провокатора это я думаю по типу какого-нибудь Евно Азефа который существовал там в годы первой русской революции и получал бабки и от царской охранки и от тех структур которые снабжали революционеров я полагаю что да наверное существует дело в том что я вот в оппозиционном движении нахожусь порядка 10 лет 10 лет были и есть какие-то очень странные личности которые пытаются влезть к тебе в доверие причем самое интересное я-то был достаточно да и сейчас в принципе руковожу определенными структурами которые пытаются что-то выведать вот допустим смотрите я был председателем саратовского объединения избирателей это была единственная честная организация которая занималась борьбой с фальсификацией на выбор наблюдением и борьбой с фальсификацией это было где-то в каком году в 12 по-моему да вот и значит и тут вдруг появляются какие-то непонятные личности которые пытаются к тебе втереться в доверие навязать себя в друзья выведать что-то из личной жизни что-то связанное с материальным положением за что-то зацепиться зацепиться понимаете что у любого человека всегда в этой жизни есть за что зацепиться то что для правоохранителей может оказаться незаконным например неуплаченные налоги например может быть может быть там скажем какой-нибудь что-то неучтенная собственность да начали появляться такие люди и у меня создалось впечатление что я их естественно оттолкнул но когда я ушел с этой должности руководителя СОИ они и отпали от меня потому что у них не стояла задача уже охотиться на простого рядового гражданина потому что ну я пошел в другую политическую партию записался потом другую политическую партию когда эту партию разогнали но то что по задачам спецслужб среди демократической оппозиционной общественности рыщут вот эти самые различного рода штирлицы это однозначно так возможно ли в России четвертый вопрос я просто объединил блок вопросов там их много я их объединил в кучу возможно ли в России ситуация 1917 года а вот в этой связи я и напомнил вам при ответе на первый вопрос или на второй вопрос напомнил вам ситуацию с матросом Железняков точнее с Анатолием Железняковым если честно говорить вспоминайте песню про первого топографа он шел на Одессу а вышел к Херсону матрос партизан Железняк значит это тот самый матрос Анатолий Железняков который сказал что караул устал и разогнал учредительное собрание но это было я еще раз напоминаю вот именно в эти дни сегодня сейчас 13 марта но по старому стилю тогда еще на новый календарь не перешли вот он как раз разогнал учредительное собрание которое было собрано с большими с большими очень серьезными усилиями и причем усилиями именно временного правительства в марте 17 пришло временное правительство к власти объявило о созыве учредительного собрания которое должно было определить определить дальнейший ход и исход развития России решить конституционную сделать конституционную реформу создать органы власти правительства значит органы военного управления ну в ноябре большевики захватили власть и к февралю к концу февраля ну по старому календарю разогнали учредительное собрание возможно ли в России ситуация 1917 года значит двух традиционных ситуаций в России в 17 году было две первая февральская революция вторая октябрьская революция причем ну вторая естественно была продолжением первой первая возникла революционная ситуация исключительно по классической формуле революционной ситуации верхи не могут низы не хотят плюс наличие субъективного фактора то есть наличие нескольких политических партий вспоминайте сколько их было были большевики меньшевики эсеры октябристы трудовики все эти политические партии вели за собой народ на свержение царской власти но самый главный фактор это естественно было обнищание народных масс нужда и голод нужда и голод которые привели людей заставили людей взяться за вилы грабли и все остальное плюс к этому посмотрите начал разваливаться фронт кстати под воздействием того же временного правительства когда временное правительство сказало что мы будем вести войну до победного конца вспоминайте это 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 не советский фейк а человек который 4 года просидел в окопах с этой самой берданки зашивил оголодал армию тоже плохо очень снабжали и кормили он просто вылез из этого окопа и ушел в родную деревню вместе с этой берданкой и во всей России образовалось примерно 5 а многие говорят что 10 миллионов мужиков с винтовками и с боеприпасами и они просто приходили в свои села устанавливали свою власть многие организовывали банды многие организовывали какие-то отряды не совсем ну скажем так законные да вот 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 она вся ситуация так она складывалась на данный момент ребят ситуацию 1917 года я в России не вижу вот многие говорят вот сейчас все вспыхнет сейчас Россия кончится развалится потому что будет революция революция это один из видов вооруженной борьбы видов вооруженной борьбы очень много даже видов войн несколько есть войны тактического уровня есть оперативного есть стратегического То же самое гражданские войны бывают на основе межнациональных проблем, на основе социальных проблем, на основе классовых проблем. Так вот, я объясняю. Вооруженная борьба, как в 1917 году, может возникнуть только при наличии вооружения. Если нет вооружения, то это уже не вооруженная борьба. Это просто ходьба по улице с цветными резиновыми шариками. Или презервативными. Поэтому на данный момент данная ситуация невозможна. Особенно учитывая настроение населения, которое, да, скрипит зубами, да, задает вопросы, да, пытается каким-то образом побороть эту ситуацию. Но пока у тебя нет винтовки или автомата, гражданская война не начнется. Потому что любой участковый со своим пистолетом одним, даже не автоматом, а пистолетом, остановит весь микрорайон, в котором он участковый. Просто это железный принцип. Если у тебя в руках есть оружие, то ты остановишь весь микрорайон. И он ляжет вот так вот на снег, положив руки за голову. И ничего с этим участковым не сделает. Потому что участковому будет поставлена такая задача. Можете сейчас эту точку зрения критиковать. Можете, значит, разъяснять мне, что даже охотничье ружье очень хорошо действует против бронетранспортера. Мне уже многие тут это писали. Специалисты по применению охотничьих ружей. Значит, даже охотничье ружье против Росгвардии. Какое нафиг охотничье ружье? Ребят, ну стреляйте по воробьям. Но гражданской войны с охотничьими ружьями не бывает. В условиях современного вооружения. Поэтому война, гражданская, любая, как вид вооруженной борьбы, возможна только при наличии вооружения. Так. Тут вопрос, вот тут очень противоречивый вопрос, пятый. Нужна ли в России демократия вообще, если она все время скатывается в тоталитаризм? И опять же, это не один вопрос. Это блок вопросов. Огромное количество этих вопросов. Зачем нам нужна демократия? Пусть нами командуют различного рода взяточники, чекисты и бюрократы. Потому что сколько бы мы не окунались в демократию, пишут по-всякому. Пишут, например, про времена Хрущева, что там якобы чем-то пахло, типа демократии. Пишут мне про времена Горбачева, что там пахло демократией. Пишут про времена Ельцина, что там пахло демократией. Давайте ясно, четко разберемся, что Россия – это страна, я уже об этом говорил, напоминаю в очередной раз, что Россия – это страна догоняющего развития. Когда в 1861 году в России отменили крепостное право, я уже об этом говорил, простите, если я повторяюсь, отменили крепостное право, то есть рабство. Давайте называть вещи своими венами. Крепостное право – это рабство. Это когда человек был полностью зависим от своего хозяева. Его можно было убивать, пороть, отбирать у него собственность. То в тот год в Лондоне пошло первое метро. В России метро появилось примерно лет через 80. Ну, я так прикидываю, да, в 1931 или 1932 году. Да, лет через 80. Так вот, мы – страна догоняющего развития. Мы попытались вылезти в демократию. Мы попытались выйти на уровень защиты прав человека. Ну, еще при том же Горбачеве, при том же Ельцине. Потом опять этот сундучок схлопнулся, закрылся. И нам ясно, четко сказали. Сначала ударили по морде и сказали. А вот теперь, ребята, вам ни митингов, ни демонстраций, ни собраний, ни конференций. Вот как сегодня, да, вот этой конференции, которая была в гостинице Измайлова. Вот вам розовую дулю во всю рожу. Значит, рот закрыли и тихонечко сидите в уголке. Вон там сидите в уголке. Не будете сидеть в уголке, мы вас посадим в другое место. Это нам сказали чекисты, это нам сказали менты, это нам сказали росгвардейцы. И мы, значит, с задумчивым видом выполняем вот эту самую команду. К демократии мы все равно придем. Никуда они от этого не денутся. Потому что все равно новое, вот молодое поколение, за которое меня, кстати, очень пристально наблюдают. Не за теми людьми, которые там делают карьеру. Нет, просто у меня очень много, во-первых, свои дети, плюс дети знакомых, которые рассуждают совершенно другим языком. Они уже ясно, четко за глаза этой власти, ясно и четко, несмотря. Они уже не смотрят телевизор, они ясно и четко говорят. Да пошли они нафиг. Мы будем спокойно жить своей жизнью, делать свое дело. Да, пусть нам придется там учиться в этом тоталитарном институте, в этом тоталитарном университете, получать образование. В худшем случае мы уедем, а в лучшем случае мы на них просто не будем обращать внимания. То есть уйдем во внутреннюю миграцию. Вот и все. Вот к этому приходит молодежь. И сколько бы вы там ни орали на этих самых телеканалах, господа Соловьевы, Киселевы, о том, что нам не нужна демократия, ну, на вас просто уже не обращают внимания. То есть полная аполитичность общества. И это меня очень сильно радует. Я хочу заниматься политикой, я хочу заниматься политологией, я хочу заниматься политтехнологией, я хочу бороться за будущее своего народа. Но если мой народ не хочет этого делать, я его только приветствую. Давайте вытолкнем эту вот гнусную политику из нашего поля общения. Что вы, все эти пропагандоны, все эти агитаторы, все эти различного рода пресс-секретари просто выпали из нашей жизни. Просто не надо на них обращать внимание. Вот и все. Делайте свое дело. Так, шестой вопрос опять касается Навального. Причем очень-очень-очень-очень многочисленный. Навального в очередной раз шестым пунктом обвиняют в национализме. Что якобы когда-то там 15 лет назад он делал высказывания, связанные с гастарбайтерами. После того требовал введения для гастарбайтеров визового режима для въезда в страну. Еще раз повторюсь. Да. И в связи с этим вот те, кто пишут этот вопрос, задают такой момент. Я сейчас не хочу вот долго на этом вопросе задерживаться. Я очень длительно откомментировал в прошлой передаче «Беседа за жизнь». Я вам сейчас так скажу. Во-первых, политические взгляды, этические взгляды человека имеют свойство меняться. Я сам вам клянусь, клянусь, друзья, клянусь. За свою жизнь очень много раз поменял взгляды. И если кто-то из вас боится себе признаться, что начиная с детского садика и заканчивая пенсионным возрастом, ни разу не поменял своих взглядов, то вы сами себе врете. Не надо врать ни себе, ни своим близким, ни окружающим вас людям. Политические взгляды у человека, этические взгляды, моральные взгляды, иногда и религиозные, кстати, друзья, меняются регулярно и постоянно. Никуда мы от этого не денемся. Мы живем в информационном поле. Если ты прочитал новую умную книжку, у тебя хоп, и поменялось одно направление взглядов. Ты посмотрел умную, грамотную передачу какого-нибудь хорошего журналиста или публициста, у тебя башня доворачивается в другую сторону. Ты встретился с интересным человеком, философом, публицистом, просто посидел, поболтал с ним, даже просто в интернете нашел его блог или статью, и чего? У тебя сознание начинает меняться. Точно так же, как под воздействием моего или Юрия Гемельфарба передач, мне пишут люди, что у меня начинает меняться сознание. Ну, это ж нормально. Это ж не значит, что если ты посмотрел 12 лет фильм «Человек с ружьем», где Ленин разговаривает с дезертировавшим солдатом, который там с винтовкой бродит по этому самому Смольному дворцу, и ты на этом уровне с этим сознанием остался на всю жизнь, и ты теперь будешь вот этим солдатом с винтовкой, дезертировавшей из армии и поддерживающим советскую власть. Сознание у человека меняется всю жизнь. И почему мы должны отказывать в этом Алексею Навальному? Тем более, что за свои, ну, скажем так, в определенной степени националистические взгляды он уже тысячу раз извинился. Просто попросил прощения, как нормальный человек. И, кстати, это свойственно любому человеку, совершив какую-то ошибку или, изменив свои взгляды, взять и попросить за ту ошибку или за те неправильные, некорректные, скажем так, или неполиткорректные взгляды взять и не попросить прощения. Он взял и попросил прощения. Вот. А вы продолжаете его обзывать националистом. Дело в том, что если бы он был целеустремленный националист, он бы никогда не пошел на те шаги, которые он совершил в последнее время. Вот многие его сейчас обвиняют, многие говорят, что он поступил неправильно, вернувшись в Россию. Я считаю, что поступил он правильно. И, а больше того, кто мы такие? Я Гимельфар, Стрыгин, там, я не знаю, Бондаренко, ну, кто-то из вот наших политологов или политиков местного разлива, да, кто мы такие для того, чтобы влезть в голову наиболее популярного российского политика оппозиционного. У него свой план. Он пошел в лобовую атаку. Он пошел на штурм. Сегодня, на данный момент, когда вы задаете вопрос, почему мы не знаем, где он находится, я вам отвечаю. Потому что нас пытаются от него изолировать. Нас от него пытаются изолировать. При этом делают это очень грубо, делают это топорно. А он при этом проявил наивысшую смелость. Наивысшую смелость. Кто из вас? Алло! Ребята, которые там находятся в Праге, которые находятся в Таллине, где-то еще там. Я просто знаю многих там очень грамотных ребят, которые любят выступать по телевизору, в смысле по интернету, рассказывать о том, как должно быть, как нужно вести политическую борьбу. Ну, только я не понимаю, а что вы ни в Бутырке, ни в Лефортово, ни в Матросской тишине, ни в СИЗО номер 3 в Кольчугино, ни в Колонии номер 2 в Покрове? Что это вы такие вот это самое? Схватили свою задницу в горсть и разбежались по всей Европе. И не только Европе. Вот показатель. Вот человек, который сказал, я иду на штурм. И он идет на штурм. Человек отравили. Человека ввели в кому. И после этого наши зрители с совершенно гнусным акцентом пишут мне вопрос, какой же... Что он националист? Ну, поменял человек свои взгляды. Ну и что? Господи. И при этом просто приехал, приехал и тут же в аэропорту был арестован, тут же сел в тюрьму, и все равно при этом кого-то это не устраивает. Либо вы дешевая путинская тральчатина, вот те, кто это пишет, либо у вас не все в порядке с головой. Не понимая о том, что штурм, штурм, это самый сложный вид боя. Есть просто атака, а есть штурм. Потому что, ну, там немножко другое соотношение сил и средств. Я чисто по-военному рассуждаю. Да, вот седьмой вопрос. Интересный, что советский социализм, это был золотой век России. Тоже вопросов на эту тему очень много. Порядка шести или семи пришло, что... А, да, ну, началось с того, что почему вы проклинаете советский социализм, значит, постоянно его подкалываете, если это был на самом деле золотой век, причем справедливого общества. Вот тут много упоминается таких эпитетов. Справедливое общество, золотой век. Ребят, я не понимаю, почему в условиях советского социализма я вынужден был жить хотя это был период моего детства, ранней юности и молодости. Социализм кончился, когда мне было 27 лет. И уже в то время мы ясно, четко понимали, что живем мы в обществе не совсем справедливом. точнее в очень несправедливом. Назовите мне хоть одну семью, хоть один род, российский, неважно, российский, я не знаю, там, татарский, там, русский, там, башкирский, якутский, где бы хоть кто-нибудь не был репрессирован. Это что, нормальное состояние положения вещей? Почему кто-то должен быть репрессирован, если Америка создала первую в мире экономику без репрессий, без лагерей, без расстрелов? Значит, почему этим же самым делом занималась Великобритания, Германия, Франция, Италия и прочие высокоразвитые страны Европы? А почему Советский Союз должен был создавать вот этот великий экономический потенциал путем расстрелов и посадок? Вот этого я понять не могу. Какой же это золотой век и какая же это справедливость? Это не справедливость, это, скажем так, да, плюс к этому. Смотрите, если мы выходим на один уровень, если мы считаем, что это золотой век, как вот вы, друзья, пишите здесь, что это золотой век, век справедливости, а почему в 70-е, там, в 80-е годы во дворе моего дома, пятиэтажки, хрущевской, хрущевской, пятиэтажки, вы понимаете, что семья жила в двухкомнатной квартире с маленькой кухонькой, совмещенным санузлом, семья из четырех человек. Это что, была справедливость какая-то, что ли? Как минимум должно было быть там две таких квартиры. Ну, две таких квартиры в век справедливости и в золотой век советскому гражданину не давали, я это очень хорошо помню. Почему во дворе 100-квартирной хрущевки стояло всего два автомобиля? Москве-408, Москве-403. А сегодня, я иногда, вот проезжая мимо, захожу в этот двор, там стоит около 40 машин, просто весь двор заставлен машиной. Так когда было лучше жить? При социализме или сейчас? Вы знали, что с вами сделают на заседании вашего заводского парткома в тот момент, когда вы начнете рассказывать о, значит, сущности сталинского режима. Вас бы не на партком вызвали, вас бы вызвали на, вернее, в прокуратуру или комитет государственной безопасности. Нельзя было ни о чем говорить, просто нельзя было ни о чем говорить. Какой же это золотой век? Я не понимаю. Какая это была век справедливости или как там, что-то такое. Хватит бредить. Я просто знаю прекрасно, что тот человек, те люди, которые это пишут, они пишут исключительно потому, что тогда они были моложе, веселее, добрее, может быть, здоровее, и тогда и трава была зеленее, и небо было голубее, и вам все это очень сильно нравилось, правильно? И вас девушки любили, или если вы девушка, то вас мальчики любили, а теперь, да, вот с клюшкой ходишь по обледенелой улице, да, кстати, про обледенелую улицу, я как водитель со стажем, начиная с 1982 года, серьезно говорю, я сел за руль в 82 году и не вылазил до сих пор из-за руля, в советское время дороги не чистили вообще от льда и снега, вот сейчас получаешь истинное удовольствие от езды по очищенной дороге, посыпанной солью, по которой проехал трактор, по которой проехал грейдер, тогда за зиму а я жил сейчас, ну, неважно, где я жил, допустим, в разных городах мне пришлось помотаться, значит, слой наледи на асфальтовом покрытии образовывался, ну, где-то до 30-40 сантиметров, потом он по весне начинал таять, появлялись огромные колеи, значит, ездить всю зиму на автомобиле приходилось исключительно по льду, то есть, вы понимаете, что это вот корова на льду, вот это то самое и было, то есть, ты ездишь со скоростью 5 километров в час и никто никогда не думал, каким образом, зачем, почему, почистить асфальтовую дорогу, причем даже на магистральных трассах, я один раз, ну, так вот получилось, перевернулся на машине, улетел в Кювет, благо, удачно, в этот самый в сугроб, скажем так, ничего не поломал, не разбил на машине и сам не пострадал, мы с братом вдвоем ехали под Пензой, 86-й год, наледь на дороге составляла 20-30 сантиметров, это что, было прекрасное советское время, когда нельзя было по дороге пустить трактор и убрать лед, да никто этим не занимался, никому это не надо было, просто я вот взял, затормозил и машину понесло, то ли при обгоне, то ли меня кто-то обгонял, суть не в этом, вытащили ее, потом позвали там из какого-то колхоза машину соседнюю, из соседнего колхоза какую-то машину, вытащили, сейчас вспоминаешь это как кошмарный сон, вот как простой шофер, водитель, вспоминаешь как кошмарный сон, то, что нельзя было убрать лед с дороги, нет, я, конечно, не считаю, что это заслуга Путина или заслуга Ельцина, то, что у нас начали чистить лед и снег, это заслуга времени, то, что у нас приняли законы, регламенты, которые определяют, как, каким образом нужно убирать улицы, как, каким образом нужно вывозить мусор, какая температура должна стоять в квартирах и все остальное, все должно быть разжевано, демократия это прежде всего процедура, но мы потихонечку догоняем, догоняем нормальные страны, лет через 50 догоним нормальные страны в вопросах справедливости, в условиях советского социализма, как вы пишете, золотого века России, вопрос прикольный вообще, восьмой, в какой эпохе вы хотели бы жить, опа, причем несколько человек задали, человек 3-4 написали этот вопрос, ни в какой эпохе я жить бы не хотел, я хотел бы жить тогда, когда живу я именно сейчас, потому что, смотрите, если бы я жил в эпоху средневековья, меня бы сожгли, как этого самого еретика, потому что я имею свойство говорить правду в глаза людям, если бы я жил в эпоху какого-нибудь там, ну, Петра Первого, допустим, там, меня бы сожгли в избе как старообрядцы, потому что я бы, а, вернее, ну, наверное, скорее всего, как атеиста, потому что я бы отрицал вообще любую велигию. Если бы я захотел жить в эпоху Екатерины Второй, меня бы отрубили голову как стороннику Емельяна Пугачева. Вот, если бы я захотел жить в эпоху Николая Первого, например, или, ну, да, Николая Первого, меня бы расстреляли как народовольца. Если бы я захотел жить в эпоху Ленина, меня бы расстреляли как эсера или меньшевика. Значит, если бы я захотел жить в эпоху Сталина, меня бы расстреляли как Трацкинг. Вот, ну, в более, значит, вегетарианские времена, скажем, при Хрущеве или при Брежне, я бы просто сидел в тюрьме как там Новодворская с Лженицем и так далее, потому что я бы продолжал бы отстаивать правду и говорить ее в глаза. Мне бы это, естественно, не понравилось. Я где-то провел бы половину жизни в мордовских лагерях. Скажем ясно и четко, что именно тот период, который сейчас происходит вокруг нас, то, чем мы сейчас занимаемся с моим другом Гимиль Фарбом, наверное, он устроит меня в наибольшей степени, потому что в иные эпохи и в иные времена мы бы даже не сумели раскрыть рот. Просто раскрытие нашего рта сопровождалось бы либо костром, либо виселицей, либо выстрелом. А сейчас мы имеем возможность это сделать. Не хочу я другой эпохи. Меня вот это устраивает. Так, и учитывая то, что у нас остается с вами, друзья, буквально 2-3 минуты, давайте выберем из оставших вопросов что-нибудь полегче. чтобы долго не затягивать. А, вот. Международный Олимпийский комитет не утвердил песню Катюша как исполняемую вместе вместо государственного гимна России. Вы понимаете, в чем вся хохмат состоит? Прям вот смешной вопрос. Значит, государство, которое лишено государственной символики на Олимпиаде, то есть там сейчас не буду докапываться до деталей, то есть отсутствие гимна, герба, флага, значит, и выходит на Олимпиаду, которая должна в Японии состояться, значит, должно избрать мелодию, которая будет исполняться при прохождении вот этим торжественным маршем, вот этим Олимпийским парадом. и Россия предложила, Российский Олимпийский комитет предложил, что вместо государственного гимна России будет исполняться песня Катюша, все прекрасно знают эту песню Катюша, она же достаточно такая патриотичная, но вспоминайте, выходила на берег Катюша, на веселый берег на крутой, или там на высокий берег на крутой, она патриотичная, что написал в ответ Международный Олимпийский комитет, эта песня милитаристская, она призывает к защите Отечества, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, имеется в виду с самой девушкой, и отказали, Катюшу исполнять нельзя, я бы взял самую нейтральную песню на месте Российского Олимпийского комитета, знаете, какую типа, ну, допустим, Калинка-малинка, хорошая, популярная российская песня, или там Эх, мамочка, на саночках, вот что-нибудь типа такого, да, нормально, главное весело, главное с задором, и главное с юмором, ну, зачем вам вот эта Катюша, Катюша, это на самом деле на сегодняшний день в виде марша исполняется, как марш войск гвардейских минометов, на всех парадах, посмотрите запись любого военного парада нашего 9 мая, как только выезжают значит, гвардейские минометы, вот эти грады, ураганы на Красную площадь, тут же играет марш Катюша, вот поэтому Международный Олимпийский комитет и отказал, спорить на эту тему не стоит, я думаю, надо взять что-нибудь такое, раз вы хотите патролить этот Международный Олимпийский комитет, да поставьте вы туда на этот марш какой-нибудь прикол, ну, нельзя же быть такими тупыми, как те менты, которые приходят и разгоняют съезд независимых депутатов муниципальных, ну, ведите себя ну, как-то интеллигентнее, скажем так, веселее, на этом, ребят, наверное, все, потому что уже все, время у нас заканчивается, больше часа я ваше внимание привлекать не собираюсь, всего вам доброго, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто пришел первый раз и еще не подписался, присылайте донаты и присылайте новые вопросы, мы будем очень рады и довольны, всего вам доброго, пока. пока.